Всем привет, с вами Информ ТВ. Игорь Арташонов известен российским зрителям по выразительным ролям в криминальных сериалах «Бумер» и «Зона». Амплуа бандита плотно закрепилась за актером. Он мог сыграть отрицательных персонажей не карикатурно, а так, что хотелось ему верить. Последними работами были его роли в истребителях и молодежке. В шутку коллеги называли Игоря заслуженным бандитом российского кинематографа. Его хулиганский вид позволял без проблем изобразить плохого парня. Однако в жизни Арташонов не был знаком с криминалом. Все отзывались о нем как о добром и порядочном человеке. У него всегда было много поклонников и друзей. Казалось бы, все еще впереди, но судьба распорядилась по-своему. Супругой Игоря стала молодая актриса Кристина Рубан. Несмотря на то, что девушка младше на 19 лет, они всегда находили общий язык и искренне любили друг друга. Вскоре в семье появилась дочь Лада. Супруги были безмерно счастливы. 2015 год не принес радости, а стал для Игоря и Кристины трагическим. После новогодних праздников супруга с дочерью решили навестить родителей в Брянске. Игорь остался один в квартире. В рождественскую ночь к нему ворвались воры. Мужчина как мог защищал свое имущество, однако бандиты сильно его избили. Игоря доставили в больницу, он был на волосок от смерти. На восстановление ушло много времени. Только через два месяца он выписался из больницы, но и дома пришлось проходить реабилитацию. Жена всегда была рядом. Не забывали о друге и коллеге-актеры. Они помогали и материально, и морально поддерживали супружескую пару. 18 июля того же года Игорь почувствовал себя очень плохо. Был доставлен по скорой в больницу. Врачи не смогли его спасти. Он умер из-за оторвавшегося тромба. Похоронили актера на Троекуровском кладбище. Вот только беды не оставили Кристину. Врачи диагностировали у нее онкологию. На обследование и лечение требовалось много денег. Женщина отправила дочь к своим родителям, сама сняла квартиру и начала курс лечения. Чтобы хоть как-то выживать, вдова была вынуждена продавать вещи Игоря. Прошло более пяти лет, а Кристина по-прежнему испытывает нужду и еле-еле сводит концы с концами. У нее даже нет денег на то, чтобы поставить памятник на могиле супруга. В настоящее время она почти не снимается в кино, живет с больной мамой и своей дочкой в съемной квартире. Мы желаем ей здоровья и пусть все наладится. Она и так пережила в жизни много горя. Если вы помните замечательного артиста Игоря Арташенова, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!